Здравствуйте! Здравствуйте! Это программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня в нашей студии Андрей Артемьев, военный комиссар Карелии. Здравствуйте! Итак, осенний призыв. О нем мы поговорим сегодня. Сколько молодых людей должны отправиться в армию от нашей республики? Уважаемые товарищи, от Республики Карелия отправляется на сегодняшний день в течение октября, ноября и декабря более 800 молодых жителей Республики Карелия наших мальчишек. А кто они, призывники? Это те, кто не поступил в ВУЗ или наоборот уже те, кто его закончил в ВУЗ или какое-то другое учебное заведение? Или, может быть, это просто желающие, те, кто правда хочет пойти в армию? Вы, наверное, назвали достаточно широкий спектр всех призываемых. Я бы сказал, что это люди и закончившие образовательные учреждения. Я бы сказал, что на сегодняшний день надо дать дань моде, что стало модно среди молодых людей брать отсрочку от учебы, брать академический отпуск и идти служить в армию. Более того, это та часть молодежи, которая связывает себя, не поступившая в военные училища и пытается поступить в военные училища в следующем году через вооруженные силы. То есть, идя и проходя службу по призыву и поступая в сферу высшего профессионального образования Министерства обороны. Спектр достаточно широкий. На сегодняшний день... Каков процент тех, кто правда хочет служить? Вы знаете, я достаточно много занимаюсь призывом, большую часть жизни отдал вооруженным силам. И я очень мало на сегодняшний день вижу людей, которые не хотели бы служить в вооруженных силах. Надо сказать честно, что сознание молодого человека сегодня и сознание молодого человека десятилетней давности, оно в корне отличается. Появилось такое качество, оно появилось на подсознательном уровне, а подсознание давит и на сознание, когда люди проявляют беспокойство за судьбу нашего Отечества, беспокойство за судьбу матерей, отцов, детей своих и думают о будущем. А с чем это связано? Что такого произошло в нашей стране за последние 5-10 лет, что вдруг о судьбе Родины задумалось молодое покорение? Знаете, я однократно говорил словами великого историка Российской империи Соловьева, что русский народ на сегодняшний день и тогда и сейчас, это тот народ, который может в условиях опасности настолько консолидироваться, объединиться. Видимо, вот что-то в этом плане и случилось. То есть напряженная международная обстановка, санкции нас объединяют. Нас, видимо, настолько ругали везде, что в конце концов проснулось самоосознание народа. Да, мы русские, мы россияне. Видимо, что-то здесь случилось. Тем не менее, уклонисты наверняка есть. Много ли их? Очень немного. Если вы помните или брали у меня интервью еще несколько лет назад, цифра была катастрофическая. Примерно в Карелии года 4 назад уклонялся каждый четвертый, каждый третий. А сегодня, подводя итоги, мы обнаружили их фактически чуть более 200 человек, которые реально уклоняются. Это та категория ребят, которые, может быть, ведет не тот образ жизни, который бы хотелось. И мы не ставим для себя цель призвать их вооруженные силы. Мы для себя цель готовить таких ребят к армии и отрывать их от улицы, от того образа жизни, который они сегодня ведут. Вы много очень говорили о том, что молодежь к армии нужно готовить. В это понятие что вы вкладываете? Безусловно. В здоровом теле здоровый дух. Основное понятие, которое давалось в свое время и нам верить ветеранам Великой Отечественной войны, которые мы вкладываем сейчас в детей. Надо понимать на подсознательном уровне, начиная с детского садика, вкладывать в голову детей, что такое хорошо и что такое плохо. Надо вкладывать, что значит родина, что такое дом, страна, что такое деревня. Любовь к родине, патриотизм должен превалировать. Причем, хотел бы сказать, что слово патриотизм, обратите внимание, ведь в западных странах это слово очень не модно. Этим словом не оперируют никогда. У нас ситуация крайне другая. Дальше необходимо готовить себя в физическом плане. Необходимо получать профессию, особенно рабочую профессию, которая очень востребована в вооруженных силах. Поэтому, подводя вот маленький итог и возвращаясь к предыдущему, призывник сегодняшнего дня – это призывник, имеющий рабочую профессию. Это призывник крепкий физически, силен морально в деловых качествах, обладающий здоровой психикой. Патриотизм, оно такое слово, в некотором роде может быть опасное. В себе много всего заключать может. От национализма там еще до каких-то других негативных проявлений. Я не зря сказал, совсем недавно, пару минут назад, русские и россияне, общность россияне. Общность россияне, она исключает национализм. И национализм для Российской Федерации – это смерть. Поэтому его просто быть не может. Нужно однозначно уважать все нации, народности, а их у нас десятки, сотни на территории Республики Карелии. Кстати, этой проблемы на сегодняшний день как таковой я особо не вижу. И сталкиваемся с ней значительно. Ну, в армии она есть, это все знают. В армии она бывает, но бывает она в молодом возрасте, в молодых, в горячих сердцах, ребят, чего только не бывает. С годами эта проблема исчезает. Вы ведь этого не увидите у людей более взрослого поколения. Перед армией обязательно медкомиссия. Там и узнают, в общем-то, чем болеет наша молодежь. То есть, проблемы со здоровьем какие в основном у нашей молодежи? Спектр достаточно широкий, но я хотел бы сказать один момент. У Антона Ивановича Деникина есть книга воспоминаний. Он говорит о солдатах и призывниках 140-летней, 150-летней давности. Если вы хотите, можете прочитать эту книгу, вы найдете те же самые проблемы по состоянию здоровья тогда и сегодня. Порядка 25% молодых людей по различным основаниям либо негодны к вооруженным силам, либо негодны временно, имеющие те или иные заболевания. Около 50% призывников, более 40, а это хороший показатель на сегодняшний день, годны к вооруженным силам без ограничений. На сегодняшний день мы можем призвать до 75% призывников на сегодняшний день из числа всех призывников, годных по состоянию здоровья для прохождения к военной службе по призыву. Еще 10% это те, которые будут годны при проведении определенных медицинских мероприятий. И всего лишь 15% это те ребята, которые не будут призываться в мирное время вооруженные силы Российской Федерации. Так болезни-то какие основные? Основная болезнь это, не скрываясь, что рост периодически молодых людей отстает от других показателей, индекс массы тела незначительный, иными словами, нехватка веса. Но это, видимо, дань сегодняшнему времени. Ребята становятся более рослыми, а вес они уже набирают впоследствии. Дальше это болезни костно-мышечной системы, болезни органов зрения. Соответственно, это связано прежде всего с тем, что молодые люди очень много сидят в компьютере. Скажите, пожалуйста, видимо, для родителей следующий вопрос, чтобы успокоить родителей. Где будут служить наши призывники, если все-таки попадут в армию? Потому что много споров было по поводу того, что оставлять ребенка служить в Карелии, или лучше отправить его куда-то подальше от дома. Ну, прежде всего, я хотел бы обратиться к мамам. Очень часто называю эту фразу и говорю, желаю мамам набраться терпения. Глубоко убежден, что молодые люди должны служить не на территории Республики Карелии. Это исключительный случай у тех мальчишек, у кого престарелые преклонного возраста, родители или больные. Все остальные, подавляющее большинство, служат за пределами Республики Карелии. Причем спектр местопрохождения службы достаточно широкий. Везде служат, везде. Начиная от Дальнего Востока и кончая Калининградской области. Расставание с домом неужели идет на пользу? Абсолютно. Надо понимать, что значит, вот это и есть воспитание чувства Родины, ответственность за судьбу Родины. Надо понимать, у Льва Николаевича Гумилева, нашего известного писателя, историка, была сказана такая фраза, мы русские до тех пор, пока мы сами понимаем, насколько мы огромные и мы большие. Надо понимать, что есть Дальний Восток, есть Чукотка, есть Карелия, есть Калининград. Тогда мы будем понимать, какую огромную Родину нам предстоит защищать. Много, так или иначе, всегда было разговоров о дедовщине в армии. За последние годы снизилось ли число таких преступлений, скажем так, против молодых солдат? Люди более старшего поколения, наверное, помнят, лет 30 назад звучала такая повесть «Сто дней до приказа». Что только они писали по этому поводу. На сегодняшний день я не слышу практически таких случаев, связанных с неуставными взаимоотношениями. Ребята служат всего лишь один год. Отчего вообще, в чем вообще была проблема неуставных отношений? На мой взгляд, от бескультуре. Чем выше уровень культуры и образования призывника, чем выше уровень его подготовки, воспитания, тем меньше звучит вообще эта проблема. Я не говорю, что все призывники абсолютно воспитаны культурно и так далее. Это прививается в течение всей своей жизни. Но проблема эта по ряду причин и обстоятельств на сегодняшний день сходит почти на нет. Ну что, можно только порадоваться. Еще для родителей вопрос. Я понимаю, что, наверное, может быть он прозвучит глупо, а может быть и нет. Может ли призывник сейчас оказаться в горячей точке? Я просто помню глаза своей мамы в 90-х годах. Первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания. В 90-е годы было всем страшно, потому что, как говорит восточная мудрость, не дай вам Бог жить в эпоху переменной. Эти перемены были тогда реальны. Не попадают наши призывники в горячие точки. И надо понимать, что точно сегодняшний день вообще горячая точка. Армия комплектуется по контракту и по призыву. Примерно более 50, почти 50% солдат – это контрактники, которые могут оказаться практически везде. Мы это сейчас и видим. И в Сирии в том числе контрактники находятся. Призывники там быть по определению, в общем-то, не могут. Всегда же, наверное, любая мать будет переживать, как будут кормить ее сына. И вы наверняка связываетесь с теми частями, где служат наши призывники. Как кормят солдаты? Потому что все, кто был в армии, кто-то рассказывал, что ел от пуза. Кто-то рассказывал, что каждому таракану был рад в супе. Что сейчас у нас с питанием в армии? Я-то хотел бы сравнить, и проводя недавно пресс-конференцию, я показывал цифры, то есть нормы довольствия. Вот еще лет 30 назад солдату давалось 100-120 грамм мяса, а сейчас дается 250. Причем мы, видимо, настолько поменялись сейчас, вот даже в этом плане, как мы едим, что мы едим. Ведь мало, наверное, кто знает из родителей, а солдату дается блюдо на выбор. И он может брать все, что он хочет, в том количестве, сколько он хочет, соответственно. Особенно это на обед. И не помню я случаев, чтобы кто-то у нас голодал. Надо другое понимать, что в армии это режим, молодые люди не все привыкли жить по режиму. Поэтому первое время чувство голода испытывают все. Потом это чувство быстро пропадает, и человек просто к режиму, к порядку привыкает, и этого чувства нет. Сытно кормят, я вас уверяю. Этот призыв еще не закончился. А последние какие результаты? Что показал? Это весенний, да, правильно? Весенний призыв мы подводили недавно итоги. Я хотел бы отметить практически все муниципальные образования Республики Карелия, с которыми достаточно успешно справляются с задачей. У нас были незначительные проблемы. То есть у нас попал молодой человек для прохождения службы с уровнем образования 7, по-моему, или 6 классов. По этому поводу мы подводили итоги, абсолютно серьезно говорили, соответственно. Потом мы обратили внимание на уровень профессионально-психологического отбора того призывника, к которому мы сегодня идем. Обратили внимание на эти моменты. Чтобы у таких ребят с неудовлетворительной нервно-психической устойчивостью, у нас их просто вооруженные силы не было. Задачи призывной кампании весны 2016 года мы справились успешно, как и успешно справляемся в последние годы со всеми, в общем-то, этими задачами. Причину я вам уже называл, потому что молодежь сама идет и служит, и понимает, что необходимо служить. Более того, для большинства, определенного большинства молодежи, это способ найти себя, себе применение в жизни, ведь наши ребята служат по контракту во многих-многих пунктах дислокации воинских частей. Спасибо вам большое, удачи в работе и берегите наших солдат. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Этот и другие выпуски смотрите на сайте tnt-defis-onego.ru. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!